Вообще говоря, совместная практика программирования с целью обучения и с целью создания кооперативного... Тут как бы для нескольких целей. Кому-то для обучения, кому-то это вспомнить нужно, кому-то нужно решить проблему, которая один просто не может справиться, ему нужно еще несколько человек, допустим, которые есть опыт в других отраслях, и они могут, не знаю, помочь ему эту проблему решить, но в реальное время. То есть именно в виде встречи, вот такой онлайн-дистанционный, это будет все проходить. Соответственно, что касается именно практики программирования, то я рекомендую использовать платформу Cloud9. Она позволяет на одной единой виртуальной машине Linux работать одновременно нескольким человеком. И каждый из них может редактировать один и тот же файл. И мы в этом... То есть каждый будет видеть, у кого чей курсор, на какой строчке стоит и кто что делает. То есть очень полезная штука, и она очень хорошо интегрируется с GitHub. Например, в нее можно зайти, если есть аккаунт GitHub. Поэтому я сразу рекомендую на GitHub зарегистрироваться, если аккаунт еще нет. И этого будет достаточно. Если он там есть, его можно просто воспользоваться. Регистрация здесь простая. Это у тебя есть аккаунт или нет? Есть. Есть. Тогда sign in. Sign up – это регистрация. Нет. Так, отлично. Ну все, у тебя пароль запомнил. Значит, теперь ты можешь нажимать сразу Cloud9 вкладку. И заходить сюда. Вот иконка этого GitHub в самом верху справа. Вторая. Нет, нет, нет. Да, вот так. Все, ты сразу зашел. Теперь что? Здесь у тебя есть список твоих проектов. Они называются здесь Workspace, то есть рабочее пространство. Есть демо-проект, но мы его сейчас пользоваться не будем. Мы можем прям создать под нашу цель. А вот Create New Workspace. Там плюсик большой такой. Да. У нас проект может состоить из нескольких подпроектов здесь? Конечно. Здесь у тебя в полном твоем распоряжении виртуальная машина. Единственное ограничение. То есть там стоит Ubuntu. Ограничение 1 гигабайт. То есть наоборот бывает из жесткого диска и 512 оперативки. То есть достаточно такая мощная штука, на которой можно работать с веб-сервером. Например, кстати, если ты выберешь... Тебя PHP используется на сервере? Ну да. Ну вот, то есть ты можешь просто название проекта написать и ткнуть вот на этот PHP. Он сразу подготовит машину, на которой уже настроен PHP, Apache и MySQL. И уже есть тестовый PHP, который сразу можно запустить. Ну, сначала определиться, что... А, ты имеешь в виду проект там... Ну, просто разные виртуальные машины можно... То есть заготовки вот эти вот... Что за это такое, шаблоны, по сути. Если кастом, это чистая Ubuntu. Которая, в принципе, многое же, что заранее установлено. Проекты... Ну, вот, проект LibraLife, например, он сделан на чистом HTML. HTML, CSS, JavaScript. Например, LibraMoney, да, который я сейчас как игру, да, позиционирую. А в перспективе это уже игра, но в реальности. Вот. Она на PHP. Есть ли... Ну, свою виртуальную машину. Она всё равно бесплатная. Да. Тут ещё с GitHub'ом, так как интегрируется, можно создавать уже какую-то... Ну, ну, да. Для каждой есть липп по репозиторию, и потом уже... А можно, в принципе, использовать имеющиеся репозитории. Ну, вот у меня здесь есть репозитори какие-то. Ну, вот, я, например, смотрю, LM LibraMoney. Это то, что на Node.js было написано. Вот, альфа-версия. Её сейчас, там, скорее всего, долго будет там устанавливать, возиться. Поэтому я предлагаю... Ну, давай это на следующий раз. Сейчас сделаем простой. То есть, там, чтобы много времени это не занимало. Вообще говоря, я хотел показать там расположение директорий. Ну, в принципе, каждый на своей машине может как угодно складывать. То, что в интернете, общественное, да, пространство. Давай вот сделаем Libra Live. Ну, вот Libra Live, у него сейчас репозиторий свой есть? Нет. Давай мы займёмся тем, что мы просто следим ему репозиторий, сделаем виртуальную машину на Cloud9, и оттуда этот репозиторий загрузим. Давай. Для дальнейших конференций и встреч у всех был вот этот простой инструментарий пользования GitHub и Cloud9, чтобы они могли посмотреть вот этот пример и уже пользоваться. То есть, не приходилось долго объяснять. Вот, смотри, я под своим чёткой делаю репозиторий LL маленькими. Вот. Описание Libra Live. Публичный. Так. Это ничего не надо. Создать репозиторий. Он даёт инструкцию. Вот. Так. Вот теперь вот этим можно прям на виртуальную машину идти. Так. У тебя Libra Live что использует? Node.js, HTML или PHP? HTML. Чистый. Просто HTML. Тогда нажимай так же, LL, например. И жмей кнопку HTML. Вот это больше. Я вот думаю, две буквы это, как сказать, тем более, LL, оно... Но это всё равно будет одна и на GitHub, и в Cloud9 это всё будет относительно твоего пользователя. То есть, врумута на именование, никто не запутается. Ну ладно, пускай будет LL, если что, потом... Переименовать, потому что... Две буквы L можно перепутать с палочкой, с черточкой, с единичкой, с буквы I. Ну, не страшно. Будем шифроваться, в общем, конспирацию. Так, публичный... А, кстати, ты можешь сразу сюда репозиторий, который тебя скопировал в буфере обмена, вставить. Акция. Прямо вставляй, собственно. Вот эту? Да. Да-да, именно эту. Которая выделена. Так. И жми... Да, вот эту. Ага. Так. Он не воспринял URL. Здесь надо по-другому, будешь гид, либо... Я понял. Точни с гидом. И давайте... Нет, скорее всего, вот так вот. А, это не штук. Нет. Тут, видимо, идея в том, что либо мы полностью все загружаем с репозитория, как есть, либо мы используем шаблон. Давай, наверное, лучше шаблон использовать, а гид мы потом уже сделаем. Хотя... Подождите, сейчас я уже... Ну, он предложил вот такой вот формат. Угу. Хм. Ну-ка. Ага. Ну, попробуй введей, давай не будем выбирать шаблон, попробуем репозиторию загрузить. Слушай, я такое не пробовал, мне самому интересно. Так. Нажмите здесь, чтобы создать Саша Workspace для соединения... Нет, Саша... Саша Workspace здесь нам не нужен. Ну, вообще неудобно. Мы есть... Да? Ну, мне бы было удобно использовать... в том числе и SSH. Смотри. Здесь SSH Workspace означает, что у тебя есть свой... Linux сервер, к которому вот эта штука просто подключится. И мы не будем использовать их хостинг. А здесь мы... То есть, я предлагаю создать именно виртуальную машину, к которой можно будет обращаться и она совершенно бесплатная. Ну, ладно, хорошо. Значит, я нажал HTML5 и создаю Workspace. здесь. Да, давай так. Что-то ничего не нажимается. Так, ладно, с гидхабом тогда надо. А, как минимум три символа должно быть ограничение здесь. Так, понятно. Тогда назовем вот так. LibraLife и чтобы не путаться, в общем говоря, я создам... Пересоздашь, да? Да. Создав новый репетиторий. LibraLife. А тут потом удалю. Непсinsky. Непс cages нельзя написать. Визи August, она написана. Непсaturя. Так, LibraLife. Непсидат. Так, LibraLife. MilbraLife. Создать. Так, LibraLife. Так, LibraLife. Как следовать. Выводок. Так, ну, в общем, тут у нас есть три основных области. Слева это браузер файловой системы, по сути, проводник такой встроенный. По центру самая большая область, это, собственно, просмотр самих страничек и редактор файлов. И снизу у нас консоль, в которой есть доступ, по сути. Ну, то есть через sudo можно полностью с этой машиной делать всю штуку, сломать ее, любые эксперименты делать, любые программы запускать. Здесь полноценная Linux машина. Можно, да, отправить любому ссылку, и если у него есть аккаунт на GitHub или Cloud9, он может сюда сразу подключиться с режимом, как на Google Docs, короче. Вот эту штуку можно рассматривать как Google Docs, только для кода. Я смотрел ее ранее, где-то полгода или год назад. Ну, изначально ее делали очень похожей на сублимет текст, собственно, вот такой. Там есть настройка под несколько редакторов кода, то есть она может сочетать где-то, как он, те же клавиши, которые используются в sublime тексте, работают и здесь. Не все, но есть некоторые, которые работают. Эта настройка включается, можно использовать их. Ну, хорошо. Вот здесь вот. Здесь. Давай отдельную тему посвятим. Key Bindings. Ну, давай отдельную тему посвятим всем этим настройкам, потому что их здесь много реально. В принципе, он сразу после старта уже готов. Я так понимаю. Ну да, в принципе, обычно настраивать ничего не нужно. Так. Ну, здесь они говорят о том, что есть у них канал на YouTube, можно посмотреть всякие видео, поддержка, документация. Вот. К ним дважды в списке файлов. Hello World HTML. Вот здесь они сделали нам заготовку, да, HTML-ный файлик с стилем и даже, по-моему, как и JavaScript есть. Мне кажется, в самом низу. Так, ну, скрипт здесь есть? Да, есть. А, ну, в общем, смотри, сверху есть кнопочка Run. Визуально такая. Если мы на нее нажмем, мы это, по сути, просто увидим. Так, вот видишь ссылка в консоли отображается. Да. И еще можно скопировать. И открыть в браузере. То есть здесь у них есть встроенный браузер, но она также доступна из интернета сразу. Упс. Ты выключил Apache. Нажми кнопку Run еще раз снизу. Ладно. Так, ну-ка попробуй правой кнопкой. Ага. Нет, правая кнопка тут не так работает. Выделю. И код рау цены нажми. Нет. Точка-то касаторе в конце. Да, удалил. Экран маленько отстает, получается. То есть я... Так, ну, тут вопрос. Собственно, давай посмотрим код. То есть, в принципе, Apache у нас есть, можно пользоваться. Естественно, если создать там файлик индекс.html, он будет выдаваться, если мы зайдем в корне с сайта. Ну, или там индексы PHP и так далее. Насколько я понимаю, это все по умолчанию доступно. В принципе, так. Если запускать сервер не нужно, ты просто Ctrl-S нажимаешь и все. Да, вот здесь вот обозначает то, что... Изменений нет. Здесь есть серый. Не-не-не-не. Вот смотри, если изменений нету, то крестик закрыть. Если изменений есть, то точка. Соответственно, надо сохранить. Ctrl-S нажми. Ctrl-S нажал, все, теперь крестик. А, все. Да, значит, серый это обозначает, что я здесь изменю. Вот, F5, обновление. Вот, собственно, тот текст, который я изменил. Кликни-то, вот. Да, здесь появилось. Ну, все, это понятно. Это все просто. Ну, там уже установлены, и можно с консоли пользоваться. Так. Давай проверим. Я предлагаю спланировать пустые репозитории. Папка воркспейс в домашней папке здесь получается. Слушай, а сейчас новый файл, новый. Так. И новый терминал, скажу. Вот, можно большой терминал открыть. То есть, внизу маленький терминал. Можно развернуть. Можно, ну, как сказать. В общем, есть... Так, кстати, можешь сразу ссылку дать. На эту штуку. Чтобы я подключился. Вот здесь. Куда скинуть? Вот ссылка, которая эдитер называется. Вот я скопирую, и мне скинь куда-нибудь. В чат, или во ВКонтакте. Ну, вот. Тебе, да? Лично. Да. Ну, или хочешь, может, прям в этот чат. Там все равно, зайдя по этой ссылке, можно будет только запросить доступ на редактиве. Ну, вот я отправил на тебе сообщение. Так, сейчас. Хе-хе. Я открою себя. Так. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так. Так. Запрашиваю доступ. Закрой такой вышкой. Еще раз. Ты хочешь проверить, как совместное редактирование работает, да? Ну, да. А, вот. В коллаборище справа красный, видишь, значок появился. Угу. Да, нажми на ней. Вот, да. Грант ставить. Это будет, а? Грант, да? Да, да. Предоставить доступ. А, второй Грант? А это я два раза запрашивал. Тоже нужно. Ну, все, уже нельзя. Ага. Сломалось. Ну, не страшно. Так. Значит. Все, у меня сейчас перезагрузится. Так, это что, сейчас у тебя только R? Ты выключил редактиву, да. Теперь редактировать не смогу. А сейчас рвы, да? Угу. Вот. Так. Ничего. Что ты сейчас хочешь сделать? Ну. Так, ну, я предлагаю сейчас клонировать тот репозиторий, как я только что создал. И начать его наполнить. Ну, давай я тогда смотри. Так. Мцр проверим. Нет, да. Лс. На папку выше. Лип и воркспейс. Хом. Убунту. Я полагаю здесь, вот слева в этом, в дереве файлов, файловой системы, не будет ничего видно, кроме домашней директории. Ну, в принципе, в домашней директории есть воркспейс, а в воркспейсе есть... Тут вопрос вот в чем. Нам либо сделать репозиторий папкой внутри воркспейса, либо сам воркспейс сделать репозиторием, который ссылается... Ну, то есть, директорский репозиторий, который ссылается на наш репозиторий на GitHub. Ну, в принципе, особой разницы нету, потому что можно использовать одну машину, чтобы не менять, да, а непосредственно, как бы... Ну, ладно, давай попробуем как угодно на данный момент. Ну, в общем, сейчас склонировать будет довольно легко. Вот, собственно, вот инструкция как-то делает. Вот. Ну, здесь больше, чем просто склонировать. Это... А, подожди. Ну, его создать инициировать еще надо, да. Сейчас на данный момент есть некий helloworld.mail. На самом деле, у меня файл это уже есть, да, проекта. Поэтому мне создавать репозиторию... Здесь можно... Их можно будет сюда загрузить через файл. Вот там есть файл. Там, сверху. Сейчас, погоди. Значит, смотри, здесь два файла. Redmi. Да. И... Надо можете свои сюда загрузить. Вот. Когда я здесь открывал, открывает helloworld. Значит, загрузить файлы могу, но лучше это делать через репозиторий, чем это через файл. В принципе, я подозреваю, что... Ну, потому что их много. Ну, здесь... Вот есть upload local files. Кнопка. У тебя их очень много. Да. Здесь лишь можно папку выбрать. Слушай, ну, давай действовать через командную строку. Я думаю, это наиболее... Такой. Значит, смотри. Давай через виртуальную машину я создам. Вот, значит... Давай вот этот вот, я сделаю вариант с git-init. Да. Так. Workspace, да. Так, Workspace. Вот здесь вот он LibraLife, да, проект показывает. То есть, это... Вот ссылается на Workspace. Его содержимое там... Как нам сделать лучше? Ну, пускай Workspace тогда будет самой... Директорией. Самой репозиторией. Да. Вот. Тогда... Вот эти файлы... Они, в общем-то, нафиг не нужны. Ну, да. Их можно одолеть. Да. Вот. Мы зайдем сюда... В этот Workspace. И здесь будем теперь создавать репозиторий. Сначала git-init. Ну, собственно, я так буду играть. Git. Init. Раз. Анициализирован пустой репозиторий. Да. Там, где нужно. Их нужно добавить redmi.md. У меня нет redmi.md. А... В общем, это рекомендуется сделать. Вот файл redmi и файл лицензии. Но мы можем пока этого видео не делать. Да. Вот. Первый commit. Git commit. m first commit. Это для того, чтобы записать этот файл redmi.md. Честно говоря... Ну, мы можем это пока пропустить. Сразу remote.at.orange. Сделаться. Чтобы он привязался именно к этому репозиторию. Да. Давай я скопирую. Git remote.at.orgin. Здесь ее корректы. Здесь вставить. Так. Выполнился. Пушить нам пока не нужно. А там нечего пушить. Потому что мы ничего не коммитили. Но. Погоди. Смотри. На данный момент. Вот. По этой ссылке. GitHub. Prof. LibreLive. Отображается. Собственно вот это. Обновлю. Вот. Это и отображается. Теперь. Когда я выполню git push. У origin master. Это собственно вот этот. Репозиторий. Push. Так. То репозиторий создастся. На GitHub. На GitHub. Попробуйте. UserName. На GitHub. У него уже работает. И у него будет. Потому, что в общем. det поле. И он будет. И он будет. И он будет. Ну, то, что ничего нету, да, чего пушить. Ну, тем не менее. Давай проверим. Ничего не изменилось. Хорошо, значит, какой-то файл надо туда добавить. В общем-то, мы можем... Закоммитить что-то. Да. Вот. Если хочешь, можно вот это удалить. И... Каким-нибудь твоим файлом загрузить. На виртуальную машину, а отсюда в репозиторию отправить. Слушай... Это сейчас режим просмотра файла. Его можно по-разному просмотреть. Так. Это обозначает значком M. Открыть. Ага. То есть, вот, пока нету значка M. Это текст-ридуэстер. Да, да. А это просмотр. А. Да, мы... Превью, да, наверное. Нет, это P. Значок P. Значок P. Rename, delete, copy, paste, дубликат, open терминал, search. Слушай, а что означал букву M? Ну, M, это, видимо, markdown был. Ага. Понятно. B браузер. А B это браузер. О. Он скачался у меня. Много полученных. Ну, ладно. Короче, мы его просматривать не будем. Мы его будем редактировать. Собственно, я это удаляю вообще все. Так, короче. Этого достаточно. Сохраняю. И теперь добавляю. Причем, я думаю, можно... Так, здесь есть какие-то встроенные средства работы с гид-репозиторией? Для Github? Нет. Только команда. Командная строка, да? Да. Ну, напиши. Я, кстати, почему-то не могу отключиться. Гид-репозитория терминала. Гид-репозитория терминала. Гид-репозитория терминала. Гид-репозитория терминала. Добавил. Теперь... Можешь, значит, что ты сделать. Вот видишь, справа у тебя Константин Деньченко написан. Там есть корзинка такая. Заткристик нажми. Под корзинка напротив меня. Попробую отдалить. Ну, видимо, это проблема из-за того, что два раза доступ запрошу. Да, да. Вы уверены... Завить... Причем он два раза меня спросил, да? Здесь Денья нажать. Да, да. Да. Так, нету объекта. Возможно, перезайти мне надо. Да, попробую. Просто Ctrl F5 нажми. Здесь все останется так же открыто. Ctrl F5. Да. Нажал. Ничего не изменится. Или Ctrl R. Ctrl R. Так, ну, он здесь, в браузере у меня. Понятно. Вот он. Тогда просто выдели URL и Enter нажми. Ждем. Так. Это... Заткроем. Теперь... Все, так, теперь пусто. Отличи. Сейчас я попробую... Еще разок. Кстати, у нас запись сколько уже. Уже 35 минут. Так. Что-то у нас все получилось. Ctrl F5 нажми. Ну, давай, попробуй закрыть термин. Попробуй. А, вот этот процесс просто объедет последний. Ну, там процесс непонятно, что я нажал. В общем, лучше заново начать. Ну, понятно. Так. Напиши, где статус, да, посмотрим, что там происходит. Слитно? Гид статус? Или разделен? Здесь пробел... Гид пробел статус. Ну, он видит, что ритм не добавлен. То есть, можно коммит делать. Да. Ну, это если ты хочешь сейчас, что ты мейльный файл добавить, он тебе предлагает, как это сделать. Ну, смотри. Мне... Так, файл добавлен. Теперь этот файл... Коммит сделать. Да. Я так и напишу, да? Идит. Да. Коммит. Вот, у меня что-то... Чёрточка M. M это... И, собственно, в тавычках название. Комментарий. Так. Вот, теперь push можно сделать. Вот он. Вот, джин-мастер. Всё. Так. Готов. Теперь обновим здесь. Обновилось. 35 секунд назад направился файл в Redmi. MD. Hello. Хорошо. Теперь я хочу со своего компьютера залить туда файлы. Файлы может быть... Угу. Потом отсюда можно будет выгрызить. То есть, тут. Вот машина. Так, сейчас. Давай на своей машине то же самое проделываю. Вот у меня... Вот то, что я хотел показать, как располагаю файлы папки. Да. У меня есть проект в домашнем... Ну... Короче, я себе создал в корне папочку my. Моя в домашней директории. Это у тебя кто? Это у тебя кто? Linux такой? Да. Это xubu. Вот. И проект Libra. В нём много подпроектов. В частности, live. Libra.ly. Так. Вот. Вот эти вот все файлы. Это есть содержимое сайта. Libra.ly. Вот. Ух ты. Много. Да, их много. Да, их много. Здесь размер. Сейчас посчитаю. 3 гигабайта. А, ну да. Что там где... Тогда лучше сразу нагиб. Что там где хранится, непонятно. Но целиком я пока заливать не буду. В общем, я создам... Хотя, он там... Подожди, подожди. 3 гигабайта. А там нельзя как-то в 1 гигабайт влезть? Можно и не надо вообще все эти файлы запихивать. То есть, вообще надо посмотреть здесь. Например, вот эти надо удалить. Там что-то лишнее. То есть, здесь надо ещё посмотреть на самом деле. То есть, какие-то файлы здесь могут... А у тебя там случайно видео нет? Ну, вот скорее всего видео есть. Вот здесь. Но оно 500 мегабайт занимает. Вот, что-то ещё занимает. Да, скорее всего это картинки. Картинки к статьям. Вот здесь вот person. Папка. Где собраны некоторые документы людей. Так вот. Про проекты. У меня папочка P. В ней как раз собраны многие документы, видео и много что ещё. Вот она основной размер занимает. Да, полтора гигабайта почти. То есть, фактически половину. И остальное это... Скорее всего в статьях. А вот ещё 350 мегабайт ко. Ко это коллаборация и всё, что с этим связано. В том числе, кооперативные там дела, проекты. Совместное инвестирование, совместное финансирование. Всё, что делается совместно. В общем, я здесь сейчас создал папку Libra. Либрогид, в ней то же самое сделаю. Консоль F9, здесь вызов консоли. Сейчас открою. Вот терминал. Значит, по сути, надо выполнить то же самое, что предлагалось выполнить вот здесь. Это создание гид-репозитория. И потом присоединение мастера. Я уже не помню, как это делать. Так, здесь есть... Ты можешь пощёлкать консоль на шрифтольном машине. Да, но здесь ещё, вот смотри, то есть вообще говоря, когда мы смотрим репозиторию, вот здесь вот htps-clon-url. Вот, на гид-репозитории. А, ну ты можешь клон сделать. Да, мы можем просто-напросто склонировать его. Это будет проще. Я выделил, сейчас скопировал репозиторий. Здесь я... Да, только тебе-то эту папку, наверное, будет удалить. Потому что он её сам при клонировании создаст. Ну да, он внутри этой папки создает папку Libra. А, ну да. Я пишу git-клоны и вставляю в htps-github-prof-1983 или pro-life.git Клонирование. Всё склонировалось. Причём репозиторий создался с origin господи, репозиторием, гитхабом уже. Это можно посмотреть, если зайти в скрытую папку... Да, там же всяк этого. Да, скрытую папку git. Здесь конфигурация. Вот это ремонт удалённый репозиторий origin оригинальный. GitHub уже создает вид. Ну, кстати, здесь все файлы хранятся и можно посмотреть, как это выглядит изнутри. Но, как правило, у большинства людей эта папка скрыта. Смотри, на гитхабе есть рекомендация, чтобы каждый репозиторий был не больше 1 гигабайта. Они, конечно, ограничивать не будут, но они пришлют письмо с просьбой сделать его меньше. То есть, чтобы он влезал в 1 гигабайт. Ну и, собственно, на виртуальную машину больше 1 гигабайта не загрузить. Да, я с этим согласен. Да, давай просто-напросто действовать поэтапно. И, на самом деле, как сказать, гид, вообще говоря, репозиторий, не гитхаб, а гид-система, она позволяет, в принципе, любой размер, какой угол. Да, там ограничения нет. Но коммерческие, ну, как сказать, когда используешь гитхаб, то используешь его бесплатно, либо покупаешь за деньги. Но вот бесплатно, извините, подвиньтесь, много нельзя. Вот. Ну да. В принципе, сайт-то у меня один. Мне, конечно, удобно ввести репозиторий как бы один, не разделять его на много. Но, в общем, гид-система, она очень интересная. Она позволяет объединять несколько репозиторий. Вот. Но это лучше отдельно потом делать. Короче, смотри. Основное это вот P project. Каждый из этих проектов, это, по сути, отдельный проект. Кроме того, тут видео есть еще. Видео вообще не загружается в гитхаб репозиторий. Так же, как не загружаются там некоторые медиафайлы. И zip архивы там не загружаются. Вот. Поэтому я предлагаю просто-напросто провести такой эксперимент, загрузить что-то небольшое. Ну, вот я сейчас смотрю здесь, ну, например, city, город. То есть, один из проектов, подпроектов, да, там, свободной жизни, это свободный город. Или я называю децентрализованное там поселение. В общем, смотри, я беру эту city, смотрю, что здесь вообще есть. Здесь файлы chpac, html, chpac, chpac. В общем, никаких запрещенных файлов для git вроде нет. Поэтому я беру эту директорию, полностью копирую. Я именно сделаю копирование. То есть, я пока не делаю там слияние или перенос какой-то, а делаю это как отдельно. Теперь возвращаюсь к консоли. Честно говоря, мне больше нравится графическим пользоваться. И у git есть встроенный git gui. В общем, выглядит он вот так вот. Ну, давай попробуем. Ну, это в линуксе, да? Вот, так. Ага, нет. Это я нахожусь в директории librogit, а сам репозиторий у меня librolife. Значит, очистим. Надо переместиться в librolife. И отсюда уже... Ты, кстати, таблом не пользуешься? Linux умеет автодополнять. Ты мог просто написать li и tab. Здесь не работает у меня это. Нет. Выйди из этой папки. Вот еще раз. Сейчас sd, две точки. Вот. Теперь sd, li, tab. Работает. Понятно. Слушай, я наблюдал, что оно не всегда работает, поэтому что-то разучился. Иногда нужно два раза нажимать. О, как, не знал. Спасибо. Так. И теперь гид GUI. Ну, я его покажу, как он выглядит. Он страшный. Вот этот гид. Графическая штучка. Но ей можно, в принципе, пользоваться. Вот здесь отображаются файлы, которые не добавлены. Или которые изменены. Вот здесь отображается то, что будет. Здесь внизу комментарий. И там, ну, в данном случае я просто нажму подготовить все. Добавить 231 недобавленных файлов. Да. Вот. И, собственно, вообще здесь лучше по-английски. Кстати, мог это сделать командой гид, эд и точка. Он бы добавил все. Да. Не знал. Ну. Ну. Так. Здесь, ну, я показываю, как работает этот внешний вид стандартного гид. Не понял. В общем, комментарий. По идее, писать на английском языке. Но, так как я английского не знаю, я пишу, что... У вас не по-английски. Он юникод позволяет туда писать. Да. Сейчас много где позволяет юникод. Но до сих пор еще не везде он работает. В частности, даже, например, выложить директории с русским наименованием на сайт я до сих пор не могу. На два своих, на двух хостингах. Вот. Поэтому лучше всего пользоваться английским языком. В общем, я здесь написал, добавил сити. Вот. И нажимаю сохранить. Вот. Таким образом, он добавился в репозиторий. И теперь можно делать выгрузку. Ну, вот, кстати, гид статус. Ты имеешь в виду как раз загрузку? Ну, выгрузку из своего компьютера в гитхаб. Да. Ну, понятно. Так. Ну, вот, гид статус я набрал в ветке мастер. Добавлен один коммит. Нечего фиксировать в рабочей директории куста. Я теперь делаю... Вот, если надо больше делать. Пуш. Вот. После выполнения гид push. Причем дальше можно не писать там origin master, да? Он автоматически выгрузит туда, куда надо. Единственное, он запросит логин и пароль. Вот. Чтобы он не запрашивал каждый раз, можно там внутри гид настроенный. для настроения. Но пока гид push. Вот. 983. Пароль. Весь 37 объектов. Вот. На этом этапе бывает, что гид гид хаб или другой там репозиторий, другой сайт. А бывает ругается, что вы добавляете файлы, в общем, там, которые нельзя добавлять. И я, например, с этим долго мучился. Когда я каким-то макаром zip архив поместил, или там какую-то картинку, я уже не помню. В общем, он не все форматы, по-моему, BMP он не берет. В общем, с этим были проблемы, и там пришлось делать откат. Так. Получается, он сделал загрузку. Я сейчас повторю гид статус. Он пишет, что branch origin master up to date. То есть, все хорошо. Ну, то бишь, нечего загружать и выгружать. Все. Надо со старением ветки самые свежие. Отсюда выйду. Теперь соходим обратно. Здесь обновлю. Ну, F5. Вот, он показывает директорию сети. Появилось две минуты назад. Здесь, получается, сейчас сервер работает. Там пол можно сделать. Что можно сделать? Так, кстати. Ну, здесь... Давай сначала... Доступ через... Прошу. Так. Вот сейчас появился. Блин. Эрор. Object. Object. Ага. Страна. Может быть, я нажал? А, нет. Все заработало. Все заработало. Так. У тебя там открыт терминал. Правильно? Так, он мне сейчас что-то показывает, что... В общем... Ваш терминал... Совместный... В совместном... Да, в совместном редактировании. Т.е. Нажмем ОК. Ну, ОК. То есть... Ну, получается, ты сейчас... Я... Что-то сейчас скайп термози, по-моему. Ну, у меня нормально все. То есть, да. В принципе, я могу делать вот так вот. Например... Тебе написать что-нибудь, да? Ты можешь просто интерможить. И так далее. Да. То есть, можно таким образом подсказывать друг другую команду. Ну, я нажимаю Enter. Да. И... Вот. Все. Он загрузился. А теперь смотри. Вот здесь вот загрузилась папка директ... Господи сети. Calloworld остался также. Он не... Он не в репозитории. Он просто файл. Да. И вообще можно удалить, на самом деле. Он нам не особо нужен. Ну, да. Ну, смотри. Я хочу проверить сейчас. Вот. Нажимаю F5. Hello. Как был, так он и есть. Да. Теперь я его убираю. Там... Сейчас... Да. Сейчас он должен выдать какую-нибудь... Ага. Он выдает директорию. Вот. В принципе, я могу даже файл посмотреть. Да. Могу. Могу директорию посмотреть. И он ничего не показывает. А в ней что? HTML файлик или... Да. Index.html. Интересно. Ну... Посмотри исходный код. Индекс.html. Собственно, вот исходный код. Ага. Все понятно. А... Этот исходный код, ну... Парки из JavaScript нет. Да. Значит, в заголовке здесь... Ну, то есть, вообще говоря, этот файл... Ну, я комментирую, да, на случай если кто-то будет смотреть. Хе-хе-хе. В общем, заголовок я, как правило, там по минимуму все стараюсь писать. CSS подтягивается. Ставится, что UTF-8. Заголовок. И дальше тело. В теле идет скрипт заголовка. Вот этого. Шапка. И скрипт редиректа. Дело в том, что я делаю на разных языках. И вот в данном случае есть en и ru. Два файла. Redirect, redir.js, который сейчас отсутствует, да, здесь. Он переводит либо на ru, либо на en. В зависимости от браузера. Поэтому ru напишу. Вот, напишу. Вот, этот файл открывает. Он открывает его криво. Потому что CSS нет, то есть, в ремножечный счет на папке CSS на JavaScript. Да. И еще, кроме этого, открывает и все файлы. Потому что опять же, вид, пока еще нет. Вот, ну, по крайней мере, можно попробовать что-то нажимать. Ну, видно, где чего не хватает. Да. Ну, вот, проект Венера. Здесь картинки. Здесь картинки. Здесь картинки есть. Так. Ну, ладно. Слушай, я предлагаю заканчивать маленько, потому что мы уже почти час, да, записываем. Угу. Так. Ну, давай тогда обсудим дальнейшие шаги. Что мы будем делать. Ну, резюме сначала подвести. То есть, по крайней мере, показали сегодня Cloud9, да, MC9. И гитхаб. Как пользоваться обоими системами. Да. И гитхаб. Собственно, это инструменты, которые используются большинством людей. Причем, Cloud9, он очень сильно похож на сублимент текст. Он популярный тоже довольно. И, кстати... Ну, или Visual Studio Windows. Ну, да. На самом деле, многие похожи друг на друга, в общем, текстовый редактор, с дополнениями для программистов. Вот. И, собственно, можно брать и пользоваться. Я думаю, в следующий раз необходимо показать, как создавать HTML-странички, для того, чтобы каждый человек мог это делать легко. И вот, в частности, я сейчас хочу вот эту вот картинку показать, да. Она мне очень сильно понравилась. Так. Вот, Данил Дашкевич сделал такое ТЗ, да. Ну, в виде графическом. То есть, то, что он хочет получить. Как он видит сеть, господи, там, систему для совместной работы. Я его полностью поддерживаю. Единственное то, что... Но можно сделать ему верстку этой картинки. Правильно. То есть, вместо того, чтобы рисовать картинки в пейнте, можно это все то же самое рисовать в HTML. И это будет уже практически рабочий там вариант, да? Кстати, его же можно пригласить, чтобы он видео как это делается. Правильно. Я про это и говорю. И записать еще. Да. Ну, с первого раза, конечно, там не получится. То есть, в любом случае, программистам там за один день стать сложно. Ну, по крайней мере, базовые навыки получить вполне даже можно. Ну, вот в данном случае... Увидеть и поверить, что это возможно и реально. Никаких особых секретов в этом нет. Да. Вот. Вот эту картинку я хотел показать. Здесь больше всего мне понравилось то, что вот есть страничка проекта. Какое-то название там и есть список необходимых ресурсов. Каждый человек может участвовать. За это получит долю в этом проекте. Ну, здесь есть, как сказать, еще некоторые моменты, которые надо обсудить. Но, тем не менее, сама идея вся очень правильная. И необходимые люди для этого проекта. Также здесь вот мне очень понравилось алгоритм распределения ресурсов Чертаева и алгоритм распределения ресурсов Водянова. Я под эти дела... Это же разные алгоритмы. Но они, на самом деле, дополняют друг друга. То есть, они друг другу... Кстати, на тему алгоритмов распределения ресурсов мы с Владом начали некоторые проекты. Я сейчас в ближайшее время с ним обсужу, насколько он готов это все начать расширять и рассказывать об этом. Возможно, мы сделаем некую автоматизированную систему, которая сможет все вот эти алгоритмы ресурсов и производственные цепочки видеть наглядно и редактировать. То есть, без знания кодов. Слушай, ну это надо показывать. Потому что на словах оно воспринимается довольно сложно. Ну, тем не менее... Ну, это я так. Картинка. Ее предложить как раз Данилу взять и просто сделать самому. Я думаю, это вполне реально. Ну, не обязательно ему это говорить, чтобы он прямо сам это сделал. Можно совместно с ним сделать. Совместно. Ну, смотри. Именно человек. То есть, как там... Не надо давать человеку рыбу, надо давать человеку удочку. И учиться ей пользоваться. Вот так же даем человеку знания. Учим с ним, там, сколько, столько, сколько надо, да. Пускай займет это месяц, там, не важно. Главный человек после этого научится делать и дальше может делать сайт сам. Вот. Это, мне кажется, очень мощно. Вот. Я предлагаю в следующий раз, собственно, начать с HTML-страничек. Ну, пускай это будет сначала вот в таком виде просто. Потом, ну, вот, что-то такое, да. Чуть-чуть посложнее. Ну, можно учиться на моих примерах, можно учиться на примерах, там, других каких-то. Есть сайт сразу html.book.ru Вот. Я считаю, это самый мощный сайт в Рунете, который, в котором, как сказать, в общем, и для обучения, и как справочник используем. Вот. Здесь теги, здесь по CSS, по HTML5, по, в общем, созданию сайтов, здесь видео, здесь есть все. Ну, огромный набор информации, его надо постепенно, да, то есть, как есть слона, по кусочкам. Его нужно применительно к практике. Нужна цель, цель поставил, грубо говоря, сделал запрос в Google, нашел нужную информацию, чтобы решать конкретную тебе проблему, и все. Дальше можно на первых порах не вникать. Потом уже, когда будешь смотреть на то, что у тебя получилось, и пытаться сделать из этого что-то более организованное, понятное и удобное, вот тогда можно начать вникать в детали всего того, что ты использовал. Ну, да, правильно. Так вот, я, как сказать, хочу пригласить Данила, да, и, собственно, всех желающих для того, чтобы показать, что это все довольно легко делается, и буквально каждый может это все легко делать самостоятельно. Вот. И программирования, как такового, здесь нету. То есть, это HTML, это разметка. HTML и CSS. Программирование, это JavaScript, PHP, там Node.js, и так далее, и так далее. Это уже потом будем изучать. Как смотришь на это? Да? Да. Ну, смотри, есть разные люди, есть уже некоторые продвинутые программисты к нам подключились, некоторые только начинают. То есть, с разными людьми можно проводить разные встречи. То есть, люди у нас еще много всего интересного, я думаю, скучно не будет никому. Я, честно говоря, далеко не со всеми знаком, но вот я... Ну, как раз в процессе этих встреч еще и знакомимся будем. То есть, чтобы люди почувствовали, кто есть кто, и как с кем взаимодействоваться. То есть, потом, допустим, кто-то кому-то понравился, да, и они могут там вместе что-то еще свое организовать совершенно отдельно. Никому ничего не рассказывать и так далее. Тоже вариант. Ну, да. Давай я предлагаю тогда завершать и следующую встречу, уже более какую-то реальную. То есть, это такая ознакомительная. Ну, я думаю, с каждым человеком ознакомительную такую встречу необходимо провести. и потом уже синхронизироваться. Ну, как-то так. Да. Но обычно, что происходит в этой бесчисленной общении в чатах и в конференциях, тем в скайпе, происходит нечто, скажем так, некое общение, но не происходит практики. А вот у нас сейчас мы сделали некоторую задачу, поставили и выполнили, да. То есть, мы общались в процессе практики. И это, во-первых, имеет некий результат, во-вторых, помогло нам так же познакомиться, как могло бы и само по себе пустое общение. Вот. Здесь у нас, скажем так, не такое пустое, как обычное происходило. Ну, да. Вот это как раз, кстати говоря, знакомство и есть. Вот, кстати, в конце бы я хотел показать, как в оригинале выглядит страничка city.ru и как она выглядит сейчас, city.ru. Дело в том, что здесь отсутствуют картинки, отсутствует разметка. И я думаю, что это... Нет, разметка HTML присутствует, здесь отсутствует CSS. Да. И JavaScript подключен. Да. И, ну, видно, да, то, что из-за отсутствия нескольких файлов полностью, вообще говоря, теряется... Ну, всё. Ну, скажем так, сама по себе информация, она всё же есть. Текст никуда не убежал. Вот. Его всё ещё можно прочитать. Но это выглядит не так удобно и не так приятно, как могло быть. Да. Давай в следующий раз мы начнём с создания странички, подключение CSS, вот, чтобы это было красиво. Хорошо? Угу. Ну, всё. Спасибо. И тебе спасибо. Давай. Я завершаю. Спасибо.